Музыка Всем привет! Добро пожаловать на мою кухню! Сегодня мы с вами будем готовить очень лёгкий, воздушный, нежный лимонный пирог с белковым заварным кремом. Этот крем я уже готовила, я снимала о нём видео, я его уже заранее приготовила. И посмотрите, какой он у меня получился плотненький, таким, каким он должен быть. Ссылку на приготовление этого крема я оставлю в описании к этому видео. Крем мы отставляем сейчас в сторону, даже лучше в холодильник. А тем временем займёмся перечислением ингредиентов для теста. Для этого нам понадобится цедра 2 лимонов средних, 3 яйца, 1,5 ложки разрыхлителя, 100 мл растительного масла, 200 г сметаны, 300 г сахара и где-то 350 г муки. Тесто у нас будет не крепкое, то есть оно будет выливаться в форму, в которую мы будем выпекать. Никаких премудростей тут нету. А, да, извиняюсь, ещё сюда идёт ванили. У кого порошковый, у меня экстракт ванили, но это без разницы. Никаких пошаговостей тут нету. Всё сразу вместе смешиваем, взбиваем миксером в однородную массу. И дальше я вам покажу, что будем делать. Итак, значит, я уже смешала тесто, взбила. Оно у меня получилось таким, ну, не очень жидким, но, во всяком случае, текучим достаточно. Равномерненько. Это надо всё вылить сюда. Духовку я заранее разогрела примерно где-то до 190 градусов. Печься это у нас будет достаточно быстро. Но готовность мы в любом случае проверим спичкой или зубочисткой, которую надо будет воткнуть. И посмотреть, готово ли это или нет, ну, должно быть красивым, таким румяным. Пока наше тесто готовится в духовке, мы с вами сейчас приготовим начинку. Честно говоря, я, наверное, неправильно сказала в начале видео. Это не столько лимонный пирог, сколько всё же лимонный тортик. И, в принципе, он безумно лёгок в приготовлении. Значит, вот эти лимоны, с которых вы сняли цедру, мы их нарезаем на небольшие такие кусочки. У меня будет вот такая вот взбивалка. Выходите в блендер, поместите. Та же самая функция. Неполный у меня здесь стакан песка. Можете взять чуть-чуть поменьше. Почему я беру в качестве начинки эти лимоны? Потому что белковый крем, он достаточно сладкий. И вот эти вот лимоны и немножко кисленькое тесто, они хорошо друг друга сбалансируют. Теперь помещаем это всё сюда, засыпаем сахаром и взбиваем. Прошло ровно 40 минут. Я уже достала тесто, то есть, вернее, уже готовый корж. Посмотрите, как он хорошо поднялся. Честно говоря, он был вот с такой вот хорошей горочкой, выпуклый, то есть, был. Просто у меня посуда эта дурацкая, она с дном, и он немножко в неё провалился. А так, если вы на что-то ровное положите, то у вас будет очень ровный такой пухленький, симпатичный корж. Теперь нам необходимо разрезать его пополам, чтобы положить в него начинку. Так, пусть немножко, ещё чуть-чуть это всё остынет, и дальше приступим к сборке. Теперь ложечкой выкладываем взбитый лимон с сахаром. Значит, походу я немножко переборщила, не рассчитала. Хватит и одного лимона. Один лимон и полстакана сахара. Два лимона это перебор, но я вот это вот сохраню, и это прекрасно в холодильнике останется. Это можно в какой-нибудь коктейль фруктовый добавить. Так что это в любом случае не пропавший продукт. Теперь аккуратненько. И просто декорируем его оставшимся кремом. Продолжение следует... Итак, я отрезала небольшой себе кусочек такой. Вот так это всё выглядит. Тесто очень-очень нежное, воздушное. Чем-то напоминает даже бисквитное. Аромат на кухне стоит, я вам должна сказать, такой, что просто не удержаться. Посмотрите, какие высокие коржи получились. В принципе, если бы я постаралась, можно было бы даже на три части разделить. Ну, на самом деле, на этом всё. Я надеюсь, вам понравился такой вот тортик. По-моему, к лету будет в самый раз. Всем приятного аппетита!